На пролом в общественной палате России обсуждают инициативу разрешить машинам экстренных служб таранить частные автомобили, если те мешают им подъехать к месту назначения. Дискуссия уже вышла за пределы палаты. Тем, кто поддерживает предложение и говорят, что это вопрос жизни и смерти, противостоят те, кто считает, что после такого закона в разы увеличится стоимость страховки. Все мнения выслушала Екатерина Хлемязьева. Вот с этой дороги они заезжали. И когда начали проезжать, стояли машины, они не смогли проехать. Пришлось стучать по машине, чтобы вызывать сигнализации уже хозяев машин. Яна Арапова вспоминает, как во время пожара в соседнем доме спасатели не могли даже заехать во двор. Стихийная парковка под окнами могла бы лишить кого-то жизни, но автовладельцев этот случай ничему не научил. Не могут проехать пожарные, скорые, выносят через пол двора людей на носилках. Это ужасно. Без проблем подъехать к горящему дому пожарным удается едва ли в половине случаев. Колонна массивной техники бессильна даже перед одним автомобилем, стоящим на пути. Если не заехал, ну может быть мы еще руками можем зимой оттолкнуться в сторону. Как-нибудь так. Все больше никак. Счет на секунды идет. Кто-то понимает, что надо убрать, сам уберет. Кто-то начинает ругаться. Секунды решают и в случае, когда на помощь спешат врачи. Вот на таких машинах обычно ездит скорая помощь. Сейчас вечером мы попробуем на ней заехать во двор жилого дома. Оказалось, что без навыков экстремального вождения подъехать даже к дому с первого раза не получится. А уж подобраться к подъезду порой и вовсе невозможно. Мы смогли доехать только до угла многоэтажки. И это на самой миниатюрной модели из тех, на которых ездят спецслужбы. Проблемами врачей и спасателей озаботилась Общественная палата России. Глава движения СтопХам Дмитрий Чугунов предложил позволить спецтехнике идти на таран. Если какая-то из машин или ряд машин вмешает, они должны двигаться. И в зависимости от того, повреждать это имущество или не повреждает. Задача же не уничтожить чужое имущество, а добраться и спасти чужую жизнь. Мы предлагаем это переложить на страховые компании. Автостраховщики предложение встретили скептически. Непонятно, откуда в таких случаях брать деньги на возмещение убытков автовладельцев. Страховые компании понесут убытки. Соответственно, страховые компании вынуждены будут компенсировать эти понесенные убытки увеличением страховых тарифов. Это, соответственно, уменьшит количество автовладельцев, желающих получить страховую защиту. Пока это только инициатива и все, что остается спецслужбам. Искать пути объезда, ждать хозяев автомобилей, двигать машины своими силами и терять драгоценное время. Екатерина Хлимьязева, Алексей Попов, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.